Приготовилась я к процессу. Заправила все иголочки. Вышивать буду на пластиковой конве. Первого бучка я делала два вечера. Не знаю, как у меня сегодня получится, сколько сделать крестиков. Я план себе никакой не ставлю, просто буду вышивать и вышивать. Сколько получится, сколько у меня будет терпения на это все. Ну что, ждите мой результат. Обязательно с вами поделюсь. Ну и так, ребята, сделала я второго бучка. Сейчас я эту канву пластиковую отрежу. Приготовила ленточки вот здесь и буду оформлять игрушки новогодние. Будет у меня задник вот на этом белом фетре, на котором лежат игрушки. Приготовила также клей момент. Я этим клеем никогда не пользовалась. Все игрушки я обшивала ниточками и они у меня такие были пухленькие. Вообще, честно говоря, мне нравятся игрушки более-менее объемные, чем выполнены на пластиковой конве. Ну, буду пробовать по-другому делать, оформлять. Также я приготовила еще игрушки новогодние. Они у меня были давно вышиты, я так их и не оформила. Сейчас их также хочу оформить, сделать задник из ветра. И вот здесь вот, видите, у меня последняя двенадцатая игрушечка. Я ее тоже сейчас вышивала. Каждую игрушку я вышивала два вечера. Эти все, которые давно вышиты игрушки, они даже заметны. У них пластиковая канва белая. А вот эта вот, которую я делала этот раз, она прозрачная. Так же, как вот на этих маленьких бычках, тоже такая же прозрачная канва. Остались у меня остатки от домика. Я решила здесь сделать игрушки, ну, чтобы эта канва не лежала без дела. Ну, что ж, будем оформлять игрушечки. Итог, конечно, я покажу вам, поделюсь с вами своими оформленными игрушками уже потом. До Нового года остается неделя. Я должна все успеть и сделать. Как обычно, все затягиваю до последнего. Там еще у меня некоторые игрушки есть на пластиковой канве. Но если я их сейчас достану, то, может быть, все и покажу, как я буду это все так же вместе оформлять. Ну, что же, до новых встреч. Разложила я на фетр игрушечки. Два бычка я уже приклеила, пока не буду вырезать. Вот это все тоже разложила. Я здесь сейчас прямо на кухне сижу. Нарезала ленточки. Решила сделать пять зеленых, пять красных ленточек. Чтоб потом их повешать на елку. Наверное, будет нормально. Сейчас попробую это все приклеивать. Не знаю, как у меня будет получаться. Если будет хорошо получаться, попробую и остальные игрушки, которые на пластике, тоже сделать. Потому что у меня здесь остается фетр еще. Но несколько игрушек маленьких хватит. Пока здесь у меня все сушится и клеится, я подготовила еще одни игрушки, нашла. Все у меня здесь, наверное, получилось. Не знаю, как буду сейчас вырезать, смотреть. Я придавливала их гирьками вот такими. У меня есть такие гирьки небольшие. Чтоб лучше клей схватился. Так, приготовила я вот еще игрушки, нашла. Собачка, пряничек, веночек. Вот это вот маленькая игрушечка. Леденец и пряничек. Это у меня от домика лишнее сделала. Домик украсила. Хотела еще эти приспособить туда, но не стала. Сделала их отдельно. Сейчас хочу сделать к ним тоже веревочки. Наверное, приклею. Также на заднюю часть фетр. Ленточки я запаковала. Буду хранить их также в пакетиках, как они у меня и были. А сюда хочу, наверное, сделать вот такой. У меня есть жгутик. Не знаю, он как металлический. Либо серый, либо вот такой золотистый добавлю. Ленточки я вот скрепляю скрепочкой. Они у меня лежат. Ну, эти ленточки пусть у меня лежат в пакете. Чтоб ничего не путалось. Так, продолжаю клеить. Потом буду вырезать. Закончила я приклеивание фетра. Теперь игрушки у меня вот такие красивые получились. Фетр я старалась как можно аккуратнее обрезать. Ленточки красные, зеленые хорошо приклеивались. А вот этот вот шнурок, который серебристый у меня, конечно, я с ним намучилась. Плохо он клеился. Пришлось вот эту вот верхнюю оболочку, которая с люрексом, ее все обрезать и потом приклеивать ниточки вот эти. пришивать не стала, но приклеила клеемомент. Сейчас вроде все держится, ничего не отворилось. А теперь вот на пластиковой конве получается на пластиковой конве получается не очень хорошо. Ну, ладно. Постаралась, конечно, я как можно крепче приклеить вот этот шнурок. Но не знаю, как он будет держаться. Пластиковая конва, которая белая, мне больше нравится на ней. Игрушки смотрятся как-то поярче, а вот которая прозрачная как-то серовато смотрится. Не знаю, почему. Отличаются они, конечно, по цвету. Если я буду в следующий раз что-то делать еще на пластике, вот на этом, обязательно буду брать только белую пластиковую конву. Прозрачно мне не понравилось. Так, ну, игрушечки, я уже говорила про это, что игрушечки мне нравятся более такие пухленькие, которые вот плоские, как-то не очень нравится. но они смотрятся, конечно, полегче. И в оформлении это намного легче делать, что и обшивать это все ниточками. Ну, на этом я, наверное, с вами прощаюсь. До новых встреч! Всех поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю всем счастья, здоровья, как говорится, и благ вам всем и вашим дорогим и близким. Так, еще хочу добавить. Надо мне еще оформить несколько игрушек, но там у меня они выполнены на обычной конве. Будут такими пухленькими. Ну, это, наверное, уже будет следующее, другое видео. Ну, что ж, всем пока-пока! До новых встреч! Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Вас ждет впереди много интересного и нового. Хорошая идея всегда приходит в конце. Этих бычков я теперь решила украсить бусинками. Подвесила бусинки на штифты и пришила ниточками. Если бы, конечно, идея мне пришла это пораньше, тогда бы ниточки не были видны на обратной стороне. Ну, ничего, я пришила аккуратно. Я думаю, что их сильно заметно и не будет. и также немножко я решила украсить свою шишечку. Вот эту шишечку хочу я тоже сделать, оформить, но это будет маленько попозже. Пока я так приготовила, но это все, конечно, не конечный результат. Ну, на этом я уже окончательно с вами прощаюсь. всем хороших всех благ. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok